всем привет меня зовут саша и вы на моем вязальном канале сегодня хочу рассказать вам о готовых работах февраля и о процессах которые соответственно уже будут в марте значит давайте наверное приступим готовых работ у меня ну скажем так относительно немного на если учесть что две работы это были доделки то есть они у меня там еще с давних времен тянутся я их просто доделала ну как вы собственно говоря и все вот и три полноценно готовые работы которые собственно в этом месяце получились значит первая готовая работа до которую бы вам хотела показать это свитшот который я вязала для племянника вот такой вот надеюсь свет нас не подведет так вот так вот это правильно вот такой свитшотик я его показывала в прошлом видео с процессами ну соответственно сейчас он готовая работа вот это как я уже говорила связано три с половиной ну плюс минус там на чуть больше возраст три с половиной года примерно чуть чуть больше вот такие вот завязки да то есть они если необходимо да то есть горлышко вот у нас собирается до чтобы у нас там ничего не поддувала нигде да ничего не не доставляла дискомфорта скажем так вот достаточно простой но мне нравится что он такой стиляга получился классные цвета вот цвета сейчас кстати передаются здоровски сижу возле окошка меня засвечивает там руки но именно сам свитером вообще свитшот точнее получился хорошо вот такой вот на самом деле у него пускай полежит на мне расскажу значит обязался из пряжи дропс бель до который хлопок лен и вискоза значит на него ушло сколько это на него ушло на него ушло четыре пол полных матка вот основного цвета синенького и голубого вообще три копеечки там совсем какие-то там пять грамм на самом деле но я не знаю мне просто нет рисов до для того чтобы померить и точно сказать но это так сказать покупка следующая до которая будет потому что с весами конечно очень удобно ну так вот собственно говоря расход у него небольшой а на точке по 50 грамм то есть это ну я думаю что весит он где-нибудь там 200 10 до 215 грамм ну примерно примерно так вот очень приятный тактильно приятный он такой знаете не не пушистый да он такой немножко шершавенький за счет длина на хлопка ну соответственно вискоза чуть-чуть все это дело сглаживает но именно вот хлопок и лен они дают такую ну приятную шершавость мы конечно посмотрим да как мой племянник отреагирует на это дело в принципе то есть я думаю что ну летом точнее я не думаю я уверена что летом это хорошо потому что я уже не первый раз вязалась этой пряжи вот ну дети такие видите да то есть они сегодня хорошо завтра не очень и так далее вот поэтому будем смотреть вот значит это первая готовая работа вот он уже постиран да там все кончики заправлены ну то есть все в общем как положено по нему поэтому он просто лежит и ждет пока до меня доедет мой любимый племянник вот значит вторая готовая работа которая она связалась относительно скажем так быстро это вот такой это вот такой вот комбинезон для малыша вот значит цвет ну в принципе передается правильно может быть чуть-чуть темнее капельку совсем но вообще правильно вот это абсолютно такой простой комбинезон да без полностью лицевой гладио все как я люблю ну вот единственно вот такие вот классные рекламные линии да я смотрела 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 готовые работы у подпишу в общем вот здесь вот инстаграм до зима нет по моему называется и вот у девушки вышло описание относительно недавно до этого комбезика вот и меня ну как бы вдохновил он да соответственно то есть ну вот по мотивам ее работ то было связан вот этот вот классный комбез да то есть он связан примерно где-то на пятьдесят шесть шестьдесят два может быть чуть чуть больше ну в смысле рост до огромнейший то есть это ноль 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 три месяца наверное так от нуля до трех месяцев ну в зависимости еще естественно вот детишек вот соответственно связан он из ярнард джинс да который обычный не плюс а который обычный вот расход у него конечно просто просто получилось два с половиной мотка то есть это 100 ну грубо говоря сто двадцать пять грамм на него да то есть понятно что это лицевая гладь это там не косы не араны но тем не менее то есть все таки ну как бы то ни было да кажется ну что там вязать на малышей но все равно вязать скажем так нужно я бы связала за 1 полноценных четыре дня полноценных ну тут много достаточно времени забирает вот это вот планка да потому что она вяжется в самый последний момент вот ну уж там не знаю как по описанию да у моей как это вдохновительницы вот но вообще очень долго вяжется вот это вот план когда в самый последний момент потому что ее надо ну естественно померить вымереть да и ну соответственно связать потом пришить да и соответственно ну вшить там пуговки ну у меня пуговки вообще насколько я понимаю что в оригинале там должны быть кнопки да но я как бы с кнопками как-то так то есть я все-таки думаю что ну особенно на данной нитке да потому что с джинсом я достаточно хорошо знакома я боюсь что эти кнопки будут потом как сопли саму планку скажем так растягивать да поэтому я решила что кнопочки в смысле пуговички да но если будет там неудобно да или какие-то будут нюансы то естественно я ну что-то переделаю да может я в принципе там перевяжу планку или еще что то вот но единственное что что если вот свитшоте да вот в этом вот как бы ну на мой взгляд он получился таким именно как я хотела да то есть практически идеально то здесь есть пару косяков да он но во первых планка как я ее не высчитывала да она все равно чуть-чуть топорщится ну вот если висит то в принципе все ничего но он еще кстати не постирал да то есть я жду сейчас вам покажу свой процесс попозже но я просто жду чтобы все вместе потом закинуть машинку да и постирать ну естественно деликатном режиме все как положено да она не на 90 градусов чтобы потом я достала какую-то кишку вот потому что джинсы не имеет свойство растягиваться но если стирать его на деликатной стирке в машинке да то в принципе ничего страшного не происходит ну так вот в общем вот смотрите может быть будет видно да то есть вот планка как я и не старалась она идет чуть-чуть вверх хотя по петлям да по расчетам все правильно то есть но у нее в общем надо бы так вот и чпонькой отрезать но буду еще смотреть потом после стирки да потому что но после стирки он все-таки может и чуть-чуть дать усадку за счет хлопка да в составе вот но и что-то еще что-то еще ну как бы джинсы не держит резинки да вот то есть это все красиво да но естественно будет смотреть мозг и после стирки потому что я вязала обычную резинку то есть полотно у меня связано на три с половиной на три с половиной а резиночку я вязала на два с половиной вот и закрывала я но на самом деле способом который идет с накидом или с накидом который именно для резинок но я получается сокращала петли то есть я не закрывала каждую петлю но там типа накид лицевая накид изнаночная накид лицевая накид изнаночная а я получается изнаночную лицевую вязала вместе ну с накидом соответственно и за счет этого у меня получилось вот скажем так достаточно она ну относительно эластична да и ну так хорошо при при собирает а то есть нету вот этой вот елки которая как куст да расширяется наоборот идет такое вот сюжет не в принципе симпатично смотрится ну вот на лбу все покажу в принципе ничего так аккуратненько смотрится но естественно на камере такие кривые что петли а вживую я смотрю вообще ровненько ну вот и поэтому соответственно точно точно так же вот и на ногах я делала да то есть он такой симпатичный получается и вот кто там говорил про узелочки то есть узелочки вот здесь вот прячется ну за счет того что это как это идет с с сокращением да то есть две вместе провязываем мы вот ну еще пришлось конечно подолбаться немножко с этим вот регланом да потому что я сначала вообще не врубалась как его вязать с меня ну 7 потом сошло пока я думаю блин ну как это вообще как это я не могу разобраться как что-то вяжется ну то есть я бы поняла может если бы это был еще какой-то японский узор да где там 100 тысяч миллионов петель и всяких там переплетений в каждом ряду по там 300 штук но это достаточно все просто в общем как оказалось вот поэтому еще раз говорю да что не бойтесь пробовать и не бойтесь ну как то есть не получилось сразу отложите погуляйте не знаю щеку попейте на улицу выйдите да там есть надо отложите там вообще не знают на сутки на еще что-то потом еще раз приступайте круче все получится главное не психовать и глава из теле не выбрасывать в окно вот в общем вот такая вот работа в принципе ею довольна но он получился такой достаточно обычный вроде как но за счет вот этих вот регланных линий за счет вот этой вот как ее зовут как ее зовут планки вот за счет планки получилось очень даже так стиляжно на самом деле так что я вам еще не сказала расход я сказала принципе все сказала вот значит это вот вторая готовая работа и третья готовая работа это пледик вот такой плед он связан из на к на калика это 50 на 50 акрил премиум акрил и хлопа вот пледик достаточно большой я давайте может не буду его прям сильно разворачивать потому что там никаких шибких узоров нету вот он вот вот так вот весь связан у него идет этот платочка да и соответственно рис ну или пуденка кто как-то называет я ведь пока что еще не постирал потому что тоже ждет там своих компаньонов с кем ему постираться в общем получился он достаточно большой нам получился 130 на 115 вот я думала что он получится даже чуть-чуть побольше думал где-то 140 120 в принципе я думаю там эти 10 сантиметров 10-15 сантиметров особо как бы роли не сыграет а в общем получился реально достаточно большим и очень приятный да то есть даже до стирки он такой ну классный цвет вот передается хорошо он такой темно-синий благородный я бы так сказала вот ну конечно очень приятно я эту пряжу очень люблю да что там вязала на четверки полностью вязала все на четверки да но если вдруг кому-то там надо для ориентира я набирала 190 195 петель вроде как ну нет 195 петель все же я набирала вот вязала на четверки сначала кажется что так как-то дыряленько получается но вообще нет она получается хорошо сейчас мы будет светиться да за счет того что рядом у кошка но для пледа я считаю что ну это действительно так и должно быть потому что он все-таки должен хорошо драпироваться да и ну в принципе хорошо ложится да не стоять в этом положили его да и он стоит колом как этот самый вот поэтому в общем довольно я очень этим пледом вяжется быстро да это я немножко там отвлекалась на что-то другое там и так далее ну вот но вообще на самом деле этот вяжется быстро и хорошо и приятно нитка приятная то есть вяжешь и получаешь удовольствие ну я лично да уж не знаю как вы если не любите эту пряжу да или у вас нам вызывает какие-то непонятные чувства напишите мне будет интересно ну как вообще да и что вот значит это вот этот вот тоже готовый процесс то есть в смысле готовая работа соответственно у меня получается три готовых работы ну вот которые у меня есть в наличии да и я вам ставлю фотографии маек шелковых до которые я закончила и соответственно ну отдала это получается ну как две готовые еще работы соответственно соответственно у меня 5 готовых работ получается за февраль вот ну в целом я считаю что достаточно неплохо да то есть я не гонюсь никогда за количеством смысле там обязательно вывязать чтобы вот было что показать на самом деле нет если то есть мне интересен на данный момент там один процесс и я его колупаю месяц значит месяц да я как бы в итоговом видео да за месяц покажу вам одну работу я не считаю что это плохо да то есть я все таки как я уже говорила неоднократно что вязание это удовольствие это не каторга да что ты должен вязать 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 то есть ну и плюс опять же я как вы уже неоднократно слышали от меня да что я ну придерживаюсь такого что я вижу по необходимости но в плане не то чтобы там да у меня там выходили с носки я связала нет я вижу по желанию и потому что я там я или там мои родственники там да близкие мне люди будут действительно носить просто так как бы связать показать а потом там положить или распустить ну как бы раньше может быть я и вязала сейчас нет сейчас я такое не практикую потому что я считаю что в этом нет необходимости ты только пряжу переводишь но это мое сугубо мнение да чтобы сейчас не было что вот это неправильно это мое мнение да я с вами делюсь вы на моем канале поэтому я думаю что если вы здесь значит вам интересно да мое мнение так в общем ладно не будем тут этой водицы расплескивать да значит перейдем к процессу процесс у меня всего один ну это на данный момент да вот съемки видео сегодня у нас какой сегодня у нас 4 марта вот на данный момент всего один процесс но очень классно он меня захватил скажем так полностью да да вот значит по поводу процесса да то есть процесс у меня всего один но он меня сейчас полностью захватил да мне ну интересно мне так сказать хочется его вязать вот поэтому не вижу ничего плохого что у меня один процесс всего лишь значит смотрите вот такой вот процесс это плед еще один вот он связан ромбами на ромбы ну и там этот как он называется рис по краю таким вот образом я очень давно хотела связать плед именно таким вот образом на таким узорчиком а значит это та же самая пряжа с которой связан комбейст а то что я говорила что я жду компаньона для стирки значит это пряжа yarnart jeans ну я показывал уже в предыдущих видео да то есть на всякий случай если кому-то нужен цвет потому что цвет реально крутейший цвет восемьдесят первый вот он ну соответственно вот вот такая вот пряжа цвет в принципе передается сейчас хорошо он такой ну классный я короче балдею от этого цвета он не какой-то знаете такой простой плоский мятный но и без всяких там выпендросов то есть он такой именно ну не знаю мне короче очень нравится вот ну в общем вот такой вот пледик на вяжется я не могу сказать что молниеносно но сейчас я думала что будет вязаться намного медленнее вот ну за счет переплетения да потому что я периодически вот здесь вот в этих вот моментах когда вот идут вот здесь вот перекрест кресты да и потом там надо расширяться ну вот его либо вот здесь либо вот тут ну как бы бывают такие как это позвать неявные петли которые ну то есть ты пропускаешь да ты едешь дальше 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 у меня вот было что я я бы чуть больше до связала ну наверное где-то вот настолько я думаю но я наверно раза три мне приходилось распускать возвращаться назад на потому что ну все таки здесь это достаточно такое должно быть но идеальное полотно в том смысле что эти перекресты должны быть хорошо выполнены да без всяких каких-то там нюансов всего остального потому что это сразу же бросается в глаза это узор такой и поэтому я честно то есть узор простецкий да там ничего вязать просто вижу себе ну внимательно и там делаете перекрестки более принципе там интуитивно понятно но я же говорю пару моментов было именно вот в этих вот расширениях да и когда надо петли перекрутить и уже идти на следующее расширение я грубо говоря там одно перекрещивание делала да про второе забывала у меня получалось ну в общем короче криво косо вот но мне очень нравится да я вижу на одиках ну обычные которые сейчас покажу вот такие которые на золотой этой леске да и они не острые ну в смысле они нормальные да но они не эти никакой не шарп или как они называются которые на красной леске я такие не очень люблю потому что накалываю себе палец но я в принципе пальчиком всегда проталкиваю петли так когда вижу вот эти азики мне очень нравится они в меру скользкие да не такие что прям там улетала полотно но хорошая я вижу общем она одиках три с половиной вот и я считаю что я думал сначала вязать на четверке но подумала что нет наверно будет дырява да все таки этот джинс он имеет свойство чуть-чуть подтягиваться в смысле растягиваться потом вот и поэтому дабы чтобы это не было потом какой-то сопливая сопля да вот я решила что необходимо обязательно три с половиной пускай это будет чуть медленнее да но тем не менее зато я буду довольна плотностью результатом и так далее но так она собственно и есть вот а значит вот здесь вот вот здесь вот получается вывязано сейчас скажу сколько вот это здесь вывязано получается у меня от комбеза осталось пол мотка да чуть-чуть меньше наверно вот и вот идет получается ну первый полноценный моток то есть соответственно грубо говоря почти что полтора мотка да ну то есть вот и здесь уже соответственно давайте мы померяем с вами чудо ленточка ну так я естественно что не буду прям до сантиметра до до миллиметра ну вот 22 сантиметра да на полтора мотка ну в принципе то есть если учесть что по ширине по ширине значит я набирала сто шестьдесят две петли на него ну естественно что были расчётики да вот такие вот чудесная схемка расчеты там да и так далее вот скажем так понятно что я вижу без схемы да но именно для начала для того чтобы первых рассчитать и для того чтобы ну в общем дать старт работе после путанки или там риса ну естественно что чтобы не сбиться чтобы потом там не перевязывать и так далее в общем сто шестьдесят две петли я набирала это ориентировочно где-то ну примерно метр да ну может быть там девяносто девяносто пять сантиметров но я думаю что после стирки он растянется будет метр ну то есть я его хочу вязать наверное где-то метр на метр примерно так может быть чуть меньше по высоте ну соответственно то есть у меня получается если метр да то почти пятая часть у меня даже чуть больше у меня в общем то здесь уже есть вот поэтому на самом деле вяжется классно да я испытываю такое удовольствие от этого процесса плюс цветотерапия да как бы мне этот цвет очень нравится я ну реально от него кайфую вот я не знаю ну может мне этот цвет так вот вот борода из ваты этот цвет не особо может быть мне идет чисто вот как к лицу ну хотя мне кажется вроде бы ничего но вот именно на там какие-то детские вещи да и в принципе да на какие-то может аксессуары и так далее цвет вообще суперский он у меня ассоциируется с весной да с летом с теплом но поэтому как бы мне реально нравится очень ну вот поэтому вот такой вот у меня процесс да то есть у меня есть еще конечно задумки на процессе но пока что я скажем так пока у меня есть такое бешеное желание вязать этот плед естественно что я буду вязать этот плед ну и в принципе я пришла к выводу да что не то чтобы я не люблю много процессов но я тогда начинаю как бы не то что нервничать но я начинаю так знаете переживать что вот блин там как-то вот этот процесс стоит а этот я двигаю а вот это там еще что-то а вот этот я хочу закончить ну то есть какие-то такие у меня эти метания сомнения да получается вот поэтому я все-таки скажем так на данный момент да стараюсь чтобы у меня был один максимум два процесса ну вот для разбавки так сказать всего этого дела но вообще я люблю вот связал закончил и пошел дальше да то есть чувствуем выполненного долго пошел дальше вот поэтому посмотрим да то есть если будут какие-то еще процессы или готовая работа соответственно о них расскажу в конце месяца месяц в общем-то только начался поэтому никто не знает да какие там эти задумки и какая муза меня посетит на что еще меня пробьет вот поэтому собственно такие итоги да и февраля и начало марта вот пишите пожалуйста в комментариях какие у вас итоги что вяжется на данный момент да или что связали и чем довольны чем недовольны вот была рада с вами поболтать спасибо большое за внимание если видео было интересным ставьте пальчик вверх пожалуйста вот ну если было не очень да ставьте пальчик вниз это тоже ваша реакция да ну в любом случае это ваша реакция вот спасибо вам большое за ваше время ну все хорошей всем недели хорошего дня вот всем пока спасибо 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 Продолжение следует...